В России собираются полностью запретить вейпы. Ранее предлагалось ограничить продажу для несовершеннолетних, однако Государственная Дума пересмотрела этот вопрос и уже готовит соответствующие поправки. Активная позиция депутатов на этот счет разная. Есть сторонники, есть противники. Алексей Куринный считает, что резкий запрет вейпов будет неэффективным. Мы получим переток из одной категории потребителей табака или никотина в другую категорию. Запрет вейпов является вынужденной мерой, ведь статистика летальных исходов за последние годы очень пугает. Взрослые обеспокоены. Среди школьников шесть раз выросла никотиновая зависимость после того, как появились электронные сигареты. Они не могут выдержать и урока беспорения. Каждый четвертый студент с электронной сигаретой. Интернет кишит заголовками о смертях детей от красивых, вкусных, недорогих никотиновых устройств. Химические вещества, которые присутствуют в жидкости для курения, на самом деле очень опасны для здоровья. Есть случаи уже и смертельного исхода. Причем это вредно не только для детей, но и для взрослых. Поэтому здорово, что мы сейчас расставляем точки над «и», и что нельзя будет их продавать, нельзя будет их покупать не только несовершеннолетним, но уже и всем категориям возрастов. Когда умирали от этих самых лейпов. Что касаемо полного запрета, я не знаю, конечно, насколько это действительно дойдет до окончательного решения, но что касаемо именно запрета среди несовершеннолетних, то да, так же, как и табачная продукция, так же, как и алкогольная продукция, все это будет в одной совокупности, и за это будет предусмотрено как административная ответственность, так и может быть применены санкции уголовного характера в отношении тех, кто, соответственно, продает или, соответственно, будет нарушать данный закон о запрете вейпов в стиле детей. Полный запрет вейпов может вызвать обратный эффект. Внушительно уменьшится бюджет, ведь государство давно ведет работу по рынку никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. Поступление акцизов на вейпы и жидкости в прошлом году составили 6,4 миллиарда рублей. Этот запрет точно не похоронит всех его представителей. Скорее, они уйдут в тень, где следить за их деятельностью и качеством продукции будет куда сложнее. А значит, во благо своего здоровья у вейперов еще есть время, чтобы завязать со своей привычкой. Универ Ньюс.